Люди, всем привет из Сочи! Сейчас вам оглашу прогноз на отборочные матчи чемпионата Европы. Мы находимся в Сочи на площади перед почтой. Там улица Воровского, здесь улица Егорова. Покажу вам, как цветочки тут растут. Вот такая красота. Вот это стелла 80-го года за большую самоотверженную работу отладающихся города по лечению основной здоровья воинов Советской армии, военно-морского флота. В годы Великой Отечественной войны первой степени подпись Брежнев Георгадзе. То есть в 45-м году закончилась война и в 80-м наконец-то вспомнили. Вот такая стелла. Так, ну и теперь прогноз. Прогноз будет очень интересный. Матчей очень много. И сразу скажу, вы мои прогнозы можете компоновать как угодно. У меня там, по-моему, 16 событий. Вы можете из них выдергивать по два, по три и делать там, не знаю, восемь можете экспрессов собрать. У вас половина точно зайдет. И даже, наверное, больше процентов 70. Я хочу сказать, что наиболее предсказуемые матчи это матчи с участием сборных, именно отборочный турнир. Прошлый тур я, например, угадал, и 17 событий угадал, 15. К сожалению, у меня не зашел матч Греции-Армении. У меня стоял двойной шанс, по-моему, на Грецию. Или нулевая фора на Грецию. Они проиграли 0-1. Это была сенсация. И Болгария-Косово. На победу Болгарии почему-то давали очень большой коэффициент 1-80. И окупился на этот коэффициент. Болгары благополучно проиграли, по-моему, тоже 0-1. Что-то такое. И там, в общем, с 500 рублей там получалось 17 тысяч выигрышей. Значит, сегодня что-то похожее я составил на тот прогноз, учитывая те ошибки. То есть я исходы тут не беру. Ни в одном матче я не беру исход. Так не странно. Ну ладно, как говорится, переходим ближе к телу КГЛ Мопассан. Итак, первый матч. Как бы по расписанию идут. Значит, Армения-Италия. Здесь просто фора минус полтора на Италию. Коэффициент 1-77. Считаю, что это шикарный коэффициент. Если это подробно становится на этом матче, тут надо смотреть турниру с стратегией. Потому что Италия потом летит в Финляндию. То есть у них два матча на выезде. И я не думаю, что здесь надо брать тотал больше на Италию. Потому что три гола максимума забьют армянам. Или, скажем так, армянским. Потому что там один или два русских поиграетесь, если не ошибаюсь. В Армении. Немножко какие-то нейтрализованные там нигры бегают. Значит, на этом матче можно просто взять там победа в Италии. И голов там полтора больше. Убилок полтора больше. Следующая. Босния-Герцеговин-Лихтенштейн. Тут мой знакомый. Он рекомендовал взять фору на обочине полтора больше в первом теме за 1.85. Я бы вот этих вот мотоциклистов конфискал бы мотоциклы. Потому что они, во-первых, разбиваются. Во-вторых, они мешают людям жить и спать. Можно взять Босния-Лихтенштейн не первый тайм, а вообще на весь матч. Ну, пускай у вас будут коэффициенты 1.30. Но, по крайней мере, вы спокойно будете смотреть первый тайм и второй. Следующая, это Фаверские острова Швеция. Аналогичная ставка. Фура минус полтора на Швецию. Можно взять за весь матч. Если шведы забьют два гола, например, вот так вот. И потом смотрите, с кем шведы играют в следующую игру. Потому что, если там они играют с какой-нибудь там Норвеги, с которой, по-моему, они в одной группе, то там они будут экономить силы и, ну, Фарерам больше трех, опять же, не забьют. Я помню, я взял Фареры Испания, что Испания забьет, по-моему, в каждом тайме или больше там скольких-то. Они что-то там, вообще меня подвели испанцы. То есть все тут на Тойниково проходит. Не берите там большие, вот что там, шесть голов будет и так далее. Следующий, Гибралтар, Дания тоже. Мне тут Саша на сайт, первый тайм минус полтора на Данию за 1.85. Ну, опять же, ну, Гибралтар это Гибралтар, но я бы взял на весь матч, потому что в первом тайме они еще сопротивляются, во втором они уже все устали. То есть вот такие вот карлики, да, они во втором тайме подседают, не хватает им физики. Они такие выносливые. Так, Норвегия, Мальта. Просто тотал полтора больше за 1.90. А, первого тайма полтора больше. Можно взять на весь матч. Ну, что там, Норвегия как-то с трудом тоже иногда голы забивает. Ну, вообще, забивная команда. Вот, по-моему, Россия выиграла в Мальте 9-0, если не ошибаюсь. Или у кого мы выиграли? А, у Сан-Марина. Так, Литва, Украина. Просто победа Украины за 1.35. Выходим мы к Морпорту. Германия и Голландия. Здесь просто тотал больше 2. И, конечно, напрашиваются обе забьют, но обе забьют это 2 гола. Вот, поэтому тотал больше 2. Так, присядем на скамеечку, наверное. Полюбуйтесь на море. Финляндия, Греция. Здесь в моей любимой ставке Финляндия забьет за шикарный коэффициент, я считаю, 1.40. Ирландия, Швейцария. Аналогично, Швейцария забьют за 1.30. Шотландия, Россия. Россия забьет за 1.40. Кипр, Казахстан. Больше полтора за 1.40. Я вижу здесь, что Кипр, Казахстан должны забить. Но просто полтора больше. Вдруг 2.0 или 0.2. Или 1.1. Нас все устраивает. Австрия, Латвия. Тотал полтора больше за 1. А, фура Австрии нет. Тотал полтора больше за 1.16. Самый низкий коэффициент. Можете вообще этот матч пропустить? Словакия, Хорватия. Фура 0 на Хорватию за 1.50. Словения, Польша. Фура 0 на Польшу за 1.57. Все-таки не будем взывать. Хорватия год назад была финалистом чемпиата Европы. А в Польше играет Ливандовский. Вообще сильная команда. Ливандовский сейчас лучше бомбовер чемпиата Германии. По-моему, забил 6 голов в трех матчах. В общем, Ливандовский должен там забивать. И Польша не должна проигрывать. Достаточно высокий коэффициент. 1.60 почти. И Уэль с Азербайджан. Это последнее событие. Азербайджан просто забьет за 2.40. Вот общий тотал, общий коэффициент больше тысячи. Вот если вы поставите 50 рублей, вы выиграете 50 тысяч. Если все вот это зайдет. Мои рекомендации к этому экспрессу, который я составлял со своим другом Александром. Ну, он у меня друг по Абукликовской конторе. Который все проиграл на хоккей. Но у него иногда заходят фантастические такие. На первый тайм он любит брать. В лайве фантастические какие-то ставки у него иногда залетают. То есть он ставит буквально 100 рублей и выиграет 10 тысяч. Такое бывает. Ну, у него раз в неделю. Потом он все проигрывает. Значит, корректировка. Везде, где ставки на первый тайм, например, тотал больше или флора, берите на весь матч. Вы потеряете там 15-20 пунктов коэффициента, но вы зато спасете весь экспресс. Он, по крайней мере, заедет. Пусть у вас коэффициент будет не тысяча, пусть он хотя бы 100 у вас будет. Но он зайдет, понимаете? Разность коэффициента стоит. Это маленький. Это прекрасный коэффициент. 50 рублей поставили, 5 тысяч выиграли. Можно некоторые матчи убрать. Где вы сомневаетесь? Например, Австрия-Латвия, что-то мне не очень нравится. Душами лежит. Могут 1-0 просто выиграть. Вот и что, австрийцы какие-то непонятны сейчас. Вот Уэль с Азербайджан тоже коэффициент 2-40, если брать. Ну, не знаю, что там останется. Сразу резко падает коэффициент. Вот, поэтому Уэль с Азербайджан, они ведь могут и 0-0 сыграть. Да, там горит БЛ. Вот, и еще такая фишка. Экспресс берите прямо перед началом всех матчей. Потом все эти матчи, этот экспресс будет идти несколько дней. Я бы вам посоветовал разбить на несколько экспрессов. Значит, первый экспресс у вас 5 сентября матча, второй экспресс 6 сентября. И третий экспресс, например, 7 сентября. Ну, они будут играть 6 дней, там, 2 тура, поэтому желаю всем удачи, подписка, лайки. Вот сейчас встретил знакомого, который поставил мой экспресс на субботу. Там Марсель выиграет у Сентякиена, Краснодар выиграет у Урала и ЦСКА выиграет у Арсенала. Вот, и Игорь Сергеевич, спасибо, я выиграл. А какой был керсет, он говорит, 7-80, я просто офигел. А я, блин, дурак не поставил. То есть пришел, вообще забыл, представляете, в Ютубе. В общем, все, что я в Ютубе выкладываю, ну, на 8% заходит. Да, и не жадничайте, кто выиграет, поддержите канал, потому что перестали деньги присылать. Ребята, не стесняйтесь, на мой телефончик, пожалуйста, пополняйте. 8-918-618-79-20, он будет в описании. Всем привет из Сочи, вот покажу вам такую вот красоту. Вот, в Швейцарии отдыхаю. Вот, знаете, куда я иду? Я иду сейчас на кастинг, сериал Воронины, по-моему, набирают там людей на разные роли. Ну, может, меня возьмут на роль какого-то там Швейцара или на роль там какого-то дворника или на, там, не знаю, еще там кого-то. На охранников там меня иногда там зовут. Вот, но съемки, как правило, в Адлере в 8 утра, а я сплю до 12. Ну, какой, какой Адлер, ребята? Поэтому я столько уже ролей пропустил в этих сериалах, если честно. Ладно, всем пока, подписка, всем спасибо.